Наталья Лукашева два года назад стала мамой. Рассказывает, что ее привычная жизнь кардинально изменилась. Учитель физики, которая ежедневно общалась с сотнями человек, оказалась наедине с малышом дома. До распределения в детский сад ребенку остался еще год. Сама Наталья следит за процедурой распределения мест в дошкольное образовательное учреждение, поскольку вошла в общественную комиссию в городском департаменте образования. Попросили поучаствовать общественным наблюдателям, посмотреть, как работает программа. Все предельно понятно. Запускается компьютерная программа и сама программа, в которую заносятся все заявления у детей, она распределяет места. То есть человеческого фактора здесь никакого нет. Распределение в дошкольное образовательное учреждение проводят каждый месяц. Сегодня в детские сады определили 710 малышей. Больше 300 пойдут в ясли. В течение следующих 10 дней заведующие учреждения будут созваниваться с родителями и зачислять детей. Заявление на распределение родители подают через госуслуги. При подаче документов можно выбрать 5 детских садов. В автоматическом режиме машина рассматривает, где свободные места есть, в какой возрастной категории и какой родитель на какую категорию заявился. И в зависимости от того, когда ваш малыш родился, какая возрастная категория указана в вакантных местах, машина распределяет этого малыша. Всегда распределение начинается с приоритетного первого детского сада. Если родители решают отложить поход малыша в детский сад, то вакантное место переносится на следующее распределение. До конца года благодаря нацпроекту «Демография» в Самаре должны появиться почти полторы тысячи дополнительных ясельных мест. Пятую часть из них распределили уже сегодня. Мария Левина, Николай Епифанов. События.